Давай, начинай. Приветствую, дорогой Рашид. Сердечно. Это у меня пароль такой. Сердечно, чтобы сразу была душевная человеческая атмосфера. Ага, то есть ты своим ключом меня сразу открываешь, да? Да, да, да. Слушай, во-первых, моя больная точка есть. Это искусство. И это наука. Вот теперь искусство сегодня. Я хочу тебя спросить. Как тебе эта картина? Я тебе хочу сказать одну вещь, что я хочу сейчас в райской группе, которая у меня есть, записать туда тех, которые такие, ну, просто потрясающие у нас есть люди, которые уже на таком уровне мыслят, на таком уровне понимают вещи. Но в связи с ключом, я имею в виду, в связи с тем, как регулировать свое состояние, как воспринимать вселенную, мир, общение, личные отношения, творчество, изобретательство. Такие люди есть. Я тебя со всеми познакомлю. Но ты часть уже этих людей прекрасно знаешь. И они тебя знают. И с большим достоинством ты себе показываешь, потому что ты такой здоровый, крепкий, такой симпатичный мужчина, как только видишь девушку. Видишь, какая девушка? В рассвете сил добавить надо. В рассвете сил. А вот эту девушку я нарисовал, потому что я вдруг сделал необычайное изобретение мирового уровня, вообще которого никто никогда не делает. Я тебе только сейчас скажу, о чем речь. Я потом задам тебе вопрос, очень важный. Значит, я хочу тебе сказать, что я нашел ключ к тому, чтобы человек мог воспроизводить у себя состояние в своей максимальной творческой форме. Если под этот прожектор меры ощущения в этот момент подставить любой вопрос, который его волнует, будь то в живописи, будь то в математике, будь то в спорте, будь то в писательстве, будь то где хочешь. И он его решает гораздо лучше, чем обычно. То есть это его час звездный. Звездный час. А я нашел звездный, звездный, как бы это сказать, пик. Причем у каждого этот пик бывает каждый день. Но он просто не очень обращает на это внимание, когда он в этот момент может одним мозгом сделать так, как неделю не мог сделать. В любом деле, кстати говоря, вот на что я прошу тебя обратить внимание и всех участников, которые нас смотрят. Всю нашу школу, человек будущего, потому что мы со скоростью инстинктивных реакций генерируем решения. А я хочу сказать, в какой момент обычный человек это делает, почему это происходит, и как это воспроизводить по своей воле, в нужный для себя момент. Это потрясающая вещь. Это, знаешь, мир с ума зайдет от счастья. Это уже супер-пупер ключ получается, да? Да. То есть это максимальная эффективность человека в этот момент. Эмоциональная, интеллектуальная, физическая, когда все они сходятся в единой точке, в этом потоке. Вопрос, который он решает в любой области. Ну, ты даешь. Спортсмен, он тут в этот момент штангу поднимет такую, которую никогда вот за неделю поднять не мог, сколько бы он не готовился. И картину, я вот это сделал таким образом. Это примеры. Я же картины как примеры показываю. Вот, пожалуйста. Я, знаешь, сколько я рисовал эту девочку? Я ее рисовал полтора года. Я не мог ее сделать такую, чтобы глаза были такие искристые, чтобы свеча была такая, чтобы она была такая легкая, чтобы волосы развивались. Я ее сделал позавчера. Я сделал и понял, почему я это сделал. Я осознал, в какие моменты я бываю на пике. В ударе. Осознал. Я теперь могу дать это каждому. Но я это дам в закрытой райской группе. И туда даду по очереди, по индивидуально. Вот кого я лично знаю, буду туда запускать больше никого. Потому что это настолько алмаз ценный, драгоценный, от которого мир с ума сойдет просто. Это тут представляешь, изобретатели, что начнут изобретать. Художники, что начнут писать? Писатели что начнут писать? Ты представляешь? И это у меня в руках. И я поэтому райскую группу закрыт. Штангу буду поднимать. После того, как ты меня откроешь, я пойду штангу тягать. Ладно? Вот это будет. Ты ходишь столько, сколько ты ходишь. Слушай. Да. Не говоря, для женщин. Они же будут рады противу, потому что мужчина тогда будет такой, как она хочет. В тот момент. В тот момент. Понял тебя. Я понял. Я штангу имел в виду другую. Женщин на руках носить надо. А, да, 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 да. Кстати, вот ты сейчас сказал, и я попонял эту картину по-своему, правда. Ты понимаешь? В этой картине она как бы... Вот я тебе зажгла свечу, к счастью, дорогу к счастью освещает. Вот эта картина своей свечой и своим видом, она освещает дорогу к счастью. Вот что мне сразу пришло после того, как ты поделился своим путем, как ты к этой картине пришел. Вот, по-моему, она это и выражает. Я думаю, вот нашу сегодняшнюю встречу можно назвать «Как воспроизводить у себя всегда, когда ты хочешь, свой звездный час?» Вот звездный час. Как-то вот с этим связано. Чтобы человек был в этот момент с звездой, светился, был прожектором, лучился, излучал. Чтобы он сотворял, творил, создавал. Хасай, а кто искорку эту зажжет? Муза? Муза как? Муза нужна. Нужна же все-таки муза-то нужна, оказывается, а, Хасай? Конечно, муза нужна. Вот у меня недавно выставка только была в Леге. В этой галерее Лега. Я им очень благодарен. И Тамаре Зиновьеве. Она такой искусствовед, у нее такие картины великолепные. В наше время они сделали там, сделали столько положительных отзывов. Ты представляешь, я такой счастливый, потому что я делаю такие вещи, благодаря тому, что у нас есть школа. Вот у нас есть формат коллективный разум. Мне там пишут комменты, что добавить, что убавить. Я взвешиваю, как говорится, принимаю решения, а потом создаю у себя теперь звездный час. И в этот момент делаю мазок мастера. И она заискрилась. Ну, вот я так это и понял. Я смотрю, в ней вот живая искра действительно, она светит с этим счастьем. А теперь скажи, вот ты хотел, обещал мне про ислам рассказать, про женщину, про есть демократия, нет демократии там, и почему ислам идет по миру, и что там, почему там, вот ты говоришь, женщина, да, вот женщина. Она там, на каком месте находится? Женщина. Так. Ну, давай тогда. Да, и про искусство я хотел тебя спросить. Вот, Касай, а я начну с тебя, ладно? Давай. Извини. Вот, а потом перейду к тому, что ты хотел бы услышать. Первое, ты помнишь, я тебя все время, я уже, наверное, всем лысины прочесал, говорю, это пророк. Значит, смотри, почему я тебя называю пророком? Потому что ты, между прочим, несешь то, что остальные пророки не донесли или не захотели это раскрыть людям. Объясняю, что все религии, начиная единобожие, когда иудаизм, начиная с иудаизма, Брахма, пошли дальше, буддизм, Будда, другая интерпретация, Бог, мол, на земле, потом абрамические религии, иудаизм, христианство и ислам, да? Но они все говорили, что вот есть Бог, и надо быть светлым, чистым в этой жизни, чтобы, так сказать, он тебя там вознаградил, а на этой земле, в этом мире, ты должен жить таким, каким уродился и никуда не дергаться. И даже Иисус, когда он свои чудеса творил, Мухаммед своих чудес не творил, в отличие от Иисуса, да? Он творил свои чудеса, но он не показывал, как их самому делать, он только их делал, да? Слепому зрению возвращал, хромово заставлял бегать, так сказать, тут же одно слово произнес, руками помахал и хромой побежал. Но как это делать человеку, ты же говоришь наоборот. Ребятки, вы здесь все на земле можете сделать, и у вас в самих Бог уже есть. Вы сами творцы, и вы можете творить и созидать то, чего ни один пророк в массы людей не нес. Поэтому ты идешь против всех пророков. Это первое, что я хотел. Я просто современный человек, 21-й. Нет, то, что они не донесли, я так говорю, то, что они не донесли, ты несешь сейчас. Это они были тысячи лет назад. И Будда, и Христос, и Магомед, они же давно были. Согласен. Сегодня жизнь требует, сегодня жизнь требует быстро, четко, ясно, эффективно. Сегодня же турбуленция, сегодня неопределенность, точка бифуркации и так далее. Сегодня это требуется, чтобы человек за пять минут мог постигать такое, чего раньше никогда не было. Вот поэтому ты и есть пророк этого нового общества, нового времени, который несет именно вот это учение. Ну, я так понимаю, как я могу быть пророком? У меня столько грехов в жизни. ты че? Правда, я со зла никогда не делал. Так, слушай, ты начинаешь все в одну кашу сбрасывать, да? Ты Иисуса помнишь, нет? Ну, мы с ним недавно встречались, да, как говорится, вот, ты ж трубку кукурик, да? Божье внутри вас есть, он говорит. Обожди, ну, он-то, извини, как он появился вообще? Будем так, это, ну, не обижаются, пускай люди, но зачем-то девственницу испортил, понимаешь, 33 года шлялся, черт знает, чем занимался, когда его отец послал порядок навести. Только потом он вспомнил, для чего его послали, понял, что тут ничего не сделает и давай назад быстренько к отцу убежал. Все, ты его историю помнишь. Ты давай про ислам сегодня расскажи. Ну, поэтому ислам, вот смотри, ты окружен красавицами. А. Во-первых, о религии, если ты помнишь, да, я помню, что ты помнишь, все религии, были, это же идеология, религия, это будем говорить идеология общества на том срезе в то время и на том развитии духовного, материального, физического, экономического, какого угодно развития, вот что представляли собой религии. Они должны были, ну, так сказать, помогать правителям это общество людей держать под контролем. Но одно очень важное упущение, когда люди разбирают религии, все религии были созданы мужиками, это мужской подход, понимаешь? Мужчины создали религии, а женщины в них верят. Обожди. Разная настроенность, потому что в исламе как раз это есть, я это перейду к этому. поддержка наша, это пыл наш, это безопасность наша, это вдохновительницы наши, они родители наши, они вдохновители наши, а мужчины, они свободны в этом отношении, гормонально свободны. Извини, я тебя перебиваю, потому что я как благодарен, это пояснение пророка, который, так сказать, объясняет роль женщин на современном этапе, я с тобой согласен, но когда списались эти учения, эти идеологии создавались под названием буддизм, исламизм, иудаизм, христианство, каосизм, понимаешь, конфуцианство, это мужики, мой подход, мужики отыгрывались на том, что несколько сот тысяч лет человеческое общество жило в матриархате, если ты помнишь, в истории учебники только один абзац, коротенький, был матриархат и все, и забыли про него, а последние 10 тысяч лет в пророки курили когда-нибудь, нет? Нет, никто никогда не курил. А закладывали, нет? Тоже нет. Такие вещи спрашивают, но мне интересно, я же современный человек, мне интересно, потому что Шри Арубинду, например, который создал путешествие сознания, Шри Арубинду, именем которого в Индии город целый, Шри Арубинду и так далее. Он амиратур и он курил. Ну, если ты помнишь эту историю, табак вообще-то привезли из Америки в Европу, а в Азии курили гашиш, ты помнишь, да? Марихуану то еще. Курили это, а самого табака здесь не было. Теперь вернемся к исламу и женщинам. Женщинам, да. И к искусству. Ты к искусству. Ну, у тебя одни женщины в искусстве. По идее, конечно, ты богоотступник, ибо по Корану там это строго прописано, это считается большим грехом то, что ты делаешь. Женщинировать, что ли? В исламе, в исламе запрещено, это считается смертельным грехом рисовать живых существ. Человека, животных, рыб, птиц, все, что живое, в исламе запрещено рисовать. И тот, кто рисует... На своем знамени какие-то исламские рисуют? Нет, не было. Там только писание, все. Именно каллиграфия, поэтому так... вот этого дуглавого у нас в России. Нет, в исламе ничего нет и запрещено, я и повторяю, это смертельный грех. Ночь там картины, сколько картин там «Тысяча одной ночи»? Обожди, «Тысяча одну ночь» вообще Европа-то узнала через французов, которые перевели это с фарси, с персидского языка, ну, говоря, хотя это называется, язык надо фарси называть. И они разрисовали. У арабов, если ты их откроешь, да, хотя последние знания, то, что в Египте собрали полное сочинение этих, ну, так сказать, все сказки, потому что там не только арабские сказки, там и персидские, и сказки, сказания из Юго-Восточной Азии, это большой сборник всего и сия, да? У арабов они не разрисованы, потому что в исламе это грех. Разрисовано, тысяча одну ночь не разрисованы. Нет, у них европейцы разрисовали, пожалуйста, и у нас тоже разрисовывали. В исламе четко прописано, да, нельзя рисовать, и это смертельный грех, и за это Аллах строго покарает, прямо так и сказано, не в этой жизни, а тебя именно Аллах покарает за то, что ты изображаешь. Почему нельзя изображать? Нельзя изображать в виде рисунка и в виде скульптуры, потому что, первое, нельзя рисовать, а иконы уже были в то время, когда Мухаммед проповедовал свое учение, да? Я не буду повторять Ауа ля Аллах или Аллах Мухаммеда Расулла, я не буду, потому что каждый раз в исламе, когда ты произносишь имя Аллаха или имя Бога, да, или имя пророка Мухаммеда, ты должен обязательно прочитать вот эту короткую фразу. Я, так сказать, да, мир ему надо говорить, да? Да, не буду это делать, пускай меня простят за это, потому что приходится все время упоминать. Значит, первое, почему нельзя рисовать живого человека? Принцип простой, или, вернее, посыл простой. Не сотвори себя кумира. Живого человека или вообще живое? Черепаху? Все. Любое живое существо, начиная с человека, кончая всеми зверями. Все, что живое, нельзя. Но ты можешь рисовать пейзажи, можешь рисовать цветы, пожалуйста, небо можешь рисовать. Вот ты рисуешь, у тебя цветочки, да? Прекрасно. Единственное, там грешок маленький, это Божья коровка, маленький грешок у тебя там есть. Маленький грешок у тебя там есть. То есть пейзажи, пожалуйста, рисуй любой пейзаж, но живое лицо не имеешь права рисовать. Почему? Потому что не сотвори себе кумира, это первое. А почему скульптур нельзя создавать? Потому что ислам выступил против идолопоклонничества. Поэтому нельзя идолов притворять и выставлять. и тот, кто создает эти вещи, да, то есть картины, скульптуры, кто это создает, он грешен. Тот, кто выставляет эти произведения, продает и покупает эти произведения, они грешны. И они будут сурово наказаны Аллахом. Это прописано строго, чтобы ты учел это, понимаешь? Поэтому мы с тобой встретимся в лишней частке. Меня женщины не любят, как Паня Ковский говорил. Обожди. Женщин как раз наоборот тебя любят и это хорошо. Поэтому мы с тобой встретимся в аду. Мы будем вверху стоять в очереди. Ты можешь себе представить, какая там очередь в рай будет стоять? И каждого будут проверять. А тебе откроют твое досье, там столько картин женских. И скажут, парень, давай сразу иди вниз. Так что даже не времени тратить вверх идти. Внизу мы встретимся. Только Бог знает, кто попадет в ад и кто попадет в рай. Только Бог знает. Ну, это во всех религиях, ты понимаешь, вот единственный ты, который сейчас проповедует. Ребята, вы сами создаете себе все. Поэтому ты себе сам можешь создать. Я так понимаю твое учение. И рай, и ад ты сам себе можешь создать вот здесь на земле. А и любимых женщин я сам себе рисую. Вот. Только мне сказали женщины, не говори об этом никому, потому что мы не хотим, чтобы наши мужчины перестали о нас думать, ли она что-то нас рисовать. Понимаешь, вот не знаю, куда делать. Ну, вот теперь перейдем к роли или места женщины в исламе. Да. Я уже сказал, что все религии, все религии, существующие поныне, да, это дело рук мужского письма. Мужики писали под себя, для себя и про себя. Будем так говорить. Отыгрываясь за несколько сот тысяч лет матриархата, когда они под женщиной были. Теперь последние десять тысяч лет Фома Сапиенс решил отыграться на женщине и богом сделал уже мужика, да, в котором и этот мужик вселил душу, создал Адама, душу он вселил в одного человека, а потом из него уже сделал две души и потом пошло распространяться человечество по земному шару. Так прописано во всех религиях. Они все одну и ту же сказку повторяют везде. Но ислам в отличие от соседей соседей имеется ввиду христианство и иудаизм. Он женщиной занялся ну будем так говорить целенаправленно. Четвертая сура ну сура в Коране Коран это чтива да, переводится арабского языка. Они идут самая маленькая первая фатиха открывающая а потом суры или главы идут по нисходящей. Самые длинные главы это первая вторая третья и вот сейчас я посчитаю я же должен вспомнить это будет пятая пятая да по-моему пятая она так и называется женщина ты можешь себе представить в Коране целая глава называется женщина то чего ты не в одной из пибли ветхий завет новый завет ты иди к индусам нигде ты такого не увидишь чтобы целая глава священной книги была посвящена женщине и где расписано все включая того сколько женщины наследует после смерти супруга поэтому в исламе завещаний писать не надо там уже предупределено сколько кому чего достается вплоть до дальних родственников все расписано понимаешь и жена любимая нелюбимая вот ей четверть положено и все другая четверть детям идет родителям братьям сестрам там все расписано и женщина специально подчеркнуто и указано чтобы женщины не осталось без гроша понимаешь при любом случае любимая нелюбимая жена ей положено и все точка это прописано в книге то есть ни один мужик не может вильнуть в сторону и сказать ты знаешь я тебя не любил поэтому я тебе не оставляю завещание плевать она хотела на это вот есть Коран даже не надо ходить к Муле или к Кади городской судья чтобы доказывать свои права что Ямал была жена мне только что-то надо вот прописано и все имеешь право требовать это понял то есть такого нигде ни в одной религии нет вместо женщины то есть она даже ее место закреплено будем так говорить финансово экономически слушай то есть вам такое почитание уважения женщин то есть более демократично там что ли но получается да то есть здесь откровенно сказано что женщина это тоже человек понятно если в индуизме вдову сжигают вдову сжигают ты можешь себе представить вдову сжигают когда хоронят мужа а ты что не ты что я тебе говорю то что есть чтобы ты понимал а здесь и в отличие ну да теперь в отличие от других религи подожди секундочку сегодня в 21 веке да в инде сжигают вдов вместе с если семья такая религиозная они сжигают жену сегодня открой интернет погугли и увидишь что может быть вчера какую-то вдову сожгли да дела а для чего я понял для чего для того чтобы ну как а он то там с кем она ему там нужна была понимаешь это очень прагматизм большой практически потому что тогда он живет она будет кормить его она будет ему песни петь она ласкать будет его лишь бы не умер понимаешь для того ну ты даешь ну ты пророк поэтому спасибо за подсказку ты знаешь у меня голова в эту сторону не крутилась просто так же не бывает такое чтобы взяли женщину и так не звергли так не бывает это она плохо сделала даже у а это самое когда идолопоклонничество и все что до именобожия было ты знаешь там воина хоронили и со слугами с конями и со всем мол ему это пригодится в другой жизнь да но вот у индусов то же самое я называю индусы это приверженцы индуизма это не просто жители Индии а это потому что в Индии есть кто исповедует индуизм кто исповедует ислам кто исповедует а даже христианство есть понимаешь там все религии есть но индусам называется только тот кто исповедует индуизм а потом мы всех кто живет жителей Индии мы всех называем индусами нет там есть и мусульмане ну то есть в Индии называются индийцы а жители Индии а кто исповедует индуизм тот индус понимаешь так возвращаемся к женщине в исламе вот это первое я тебе сказал то есть права женщины экономически закреплены другое теперь смотри а ты чего там 4 или 5 жен иметь вообще обожди ты немножко перепрыгиваешь да я про женщину поговорю а ты на больное место наступаешь у меня только всегда по одной было я тебе объясню почему 4 там тоже есть соль в этом не просто так понимаешь объясню сейчас я другой постулат значит мы говорим о том что демократизм ни в одной религии нету права женщины подать на развод так 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 в исламе у женщины есть право подать на развод ты знаешь какое если в течение 4 месяцев муж ни разу с ней не переспал она имеет право прийти к городскому суде коди и сказать он со мной 4 месяца не спал прошу развода все а другие поводы бывают у них для развода нет обожди а ты представь в любой другой религии вот это используют как повод для развода а давай дальше с другой повод я тебе но это самый железный повод ты понимаешь ты ни в одной религии этого не прочтешь и никто не скажет мало что он с ней не спал но только там смотри если он заболел что это женщина обожди ты начинаешь он может быть в командировке воевал это все учитывается нет вот они живут 4 месяца да в одном доме и он не спал с ней она имеет право подать на развод ну может он не пьет поэтому ты уже начинаешь деталями ходить а я понимаю я тебе тоже говорю у меня столько водки я не выпью чтобы с тобой спать такой юмор есть ага а тогда по-другому говорят а почему женщина не пьет потому что все мужики красивые да так что тогда да а мужики наоборот пьют чтобы любая женщина была красивая мы такие с юмором я тоже трактую хран зайдет кто не понимает что мы с юмором говорим но говорим и некоторые вещи очень важные потому что у каждого есть возможность посмотреть википедию почитать книги поинтересоваться а мы затравку делаем такую да Рашид правда да спасибо за вот это добавление да чтобы другие понимали в исламе есть сама книга потом дальше идут тафсиры тафсиры это значит толкование то есть а толкование еще зависит от школы есть 4 основные школы в исламе то есть это исламоведы которые вот эти высказывания Аллаха да в Коране высказывания Аллаха а есть еще хадисы это высказывание самого пророка и людей приближенных к нему и степень градации идет вот тот кто общался напрямую с пророком да это как говорится самый высший уровень факта то есть правдивость этого факта не отрицается а дальше допустим я с Хасаем встречался и рассказал кому-то про Хасая вот тот человек он Хасая не видел не знает он слышал только от меня это уже второй уровень знания и что я ему пересказал он уже перескажет но он со ссылкой на меня что я это услышал от Хасая и так вот это хадисы идут то есть то что передавалось потом а Тафсиры это объяснение разъяснение премудрости которые вот Аллах вложил в свое изречение его потом толкуют это уже толкование идет и я также имею право толковать по-своему тем более что вот эти толкования они все время усовершенствуются потому что не забывайте а пророк мы говорим про Мухаммеда он получил послание Аллаха в седьмом веке и вот до конца седьмого века четыре праведных халифа собрали всю информацию касающуюся учения Аллаха и то что было сказано про его пророком Мухаммедом специальная комиссия была создана она была создана уже первым пророком кто унаследовал руководство мусульманской общины в арабском мире Абубакр это его дядя потом были Абубакр Осман Третий сейчас праведный халиф Али Четвертый Осман Хасан сейчас вылетел из головы придет и только Третий при третьем праведном халифе хотя всех халиф перед этим убивали даже при выходе из мечети но их все равно называют праведными собрали все изречения все что можно было комиссия собрала составили несколько вариантов говорят пять вариантов было и Осман уже утвердил один вариант все остальные варианты сожгли чтобы не было как в христианстве Евангелие от Матвея от Евангелия от Луки Евангелие и пошло да от каждого свое в исламе вот есть один Коран его называют еще Османский потому что при Османе он был утвержден а все остальные варианты были просто сожжены то есть нельзя по другому толковать вот как в этой книге записано и только с этой книги делались списки поэтому других чтений нет единственное что могут сказать и тот кто знает этот канонический Коран Османовский это то что сунниты используют сунна шииты отличаются у шиитов тот же самый Коран но у них есть одна маленькая главка 115 в суннистском Коране 114 а есть 115 главка которая говорит что Али Али был женат на дочери пророка вот его родство да и поэтому вроде бы должно было главенство перейти по родственной линии так как вот допустим говорят короли Иордании да они ведут свою линию родословную от семьи у них есть ниточка к семье пророка шииты почитают его как основоположника как он должен был унаследовать главенство в исламе и в исламской уме но сунниты не признают его но только как одного из праведных халифов четыре праведных халифа которые правили исламской общиной после смерти пророка Мухаммеда вот вся разница между кто кому поклоняется поэтому у шиитов шиизм наиболее он распространен это Иран частично в Ираке бывшей советской республики это Азербайджан там ислам шиитского толка дальше в маленьких заливных странах типа Бахрейн Аман Кувейт там есть шиитские причем они даже больше чем сунниты общины поэтому вот сюда зашли но возвращаемся к Корану где у нас целая глава которая так и называется Анниса то есть женщина чего нету нигде в других религиях значит вот мы увидели один демократический подход теперь другой подход то что во первых жена имеет право на развод теперь права женщины вроде бы они ущемляются когда мужчина имеет четырех жен кабук так сказать между четырьмя он должен делиться но там сразу сказано что все жены независимо от того старшая жена любимая жена все должны содержаться на одном уровне одинаково то есть если ты построил дом одной жене значит рядом ты должен построить дом второй жене третьей четвертой жене теперь почему многоженство во первых многоженство было и до ислама и все мы будем так говорить вожди племен обменивались это традиция во всем мире обменивались токермии для того чтобы поддерживать мирные узы с соседями в основном это так было поэтому иногда получалось даже у пророка Мухаммеда ну я боюсь соврать но по-моему у него не 4 или 12 или 16 было жен и даже последняя Аиша по-моему ее званили Аиша Аиша да любимая ему ее дали когда ей было 6 лет а он начал с ней спать когда той было уже 9 лет так вот это одна традиция была почему обменивались племена дочерьми поэтому у вождя племени всегда так сказать гарем целый но не путайте женщины жена и гарем это две разные вещи гарем для наложниц жена это жена и разница между наложницей и женой тем что дети от жены имеют право на наследство прямое оно у них закреплено в Коране и они имеют право даже наследовать его власть в то время как дети от наложницы этими правами не обладают они не могут по иерархической лестнице приближаться к детям от жен теперь дальше почему именно у арабов вот в это время он разрешил иметь 4 жены не только вот допустим вождь племени для того нормально это иметь даже больше но дело в том что в то время и воевать приходилось по многу и походы уходили и хоть у бедуинов была страшная традиция я вот сейчас должен рассказать которая сохранялась вплоть до середины 20 века жизнь тяжелая у бедуина была в песках да и вот когда рожалась девочка на свет появлялась девочка и если в семье у этого главы семейства уже была девочка да он забирал эту девочку выносил из этого шатра палатки как хотите называйте да и в западную на западном углу этой палатки ее закапывал тут же принимая роды пупок перерезали отнесли и закопали обычно в семье оставляли одну две девочки а остальные только парни потому что жизнь была тяжелая нужны были физические усилия плюс воевать воевали все время воевать кому только мужчину надо было поэтому считалось что надо мужчин больше уже нехватка женщин объявляется отсюда и начинается колым покупка женщины потому что их мало и за нее надо заплатить семье из которой ты ее берешь понимаешь при этом в исламе строго прописано с кем можно иметь половые связи с кем нельзя и там строго регламентировано с какими женщинами мужчина не может что является грехом и начинается сестры все близкие родственники даже с тещей он не имеет права это будет прелюбодеянием и это будет грехом мужчина может заниматься сексом только с своей женой и с наложницами ни с кем с другим любовницы запрещены это грех это прелюбодеяние и за это опять жены если узнает что муж при том что вот она жена одна или все четыре а он в это время не с наложницей а просто любовницу зовет они имеют право опять подать на развод а чем отличаются наложницы от любовницы так наложница это рабыня то есть когда захватывали ну рабство было в то время да то есть но в исламе рабы были на очень так сказать как тебе сказать демократическом уровне да это как член семьи был то есть ты его должен был по полной программе содержать но женщина была предпочтительнее потому что она не только дом содержала но еще могла удовлетворять и если у тебя четыре жены дети ну что тебе у тебя нет денег даже купить а ты вот из похода пришел из армии принес с собой рабынь это твои наложницы ты наложницу можешь купить на рынке ты ее можешь купить была такая какая-то ревность сместительность яд но опять же ислам это так сказать определил даже между женами нету ревности они это знают с детства что у мужчины они видят своего отца у которого может быть три-четыре две жены или одна они это видят они это знают они с детства девочки понимают это это первое это до сих пор даже это можно ты знаешь он даже в Чечне сейчас говорят давайте нам четырех жен но смотри что в исламе почему сказано чтобы было четыре жены не только у вождя но даже простые люди да члены не только так сказать ну княжеского рода да и мира семьи и мира да но и простые мужики у которых есть средства содержать потому что всех содержать надо одинаково ибо жена если одна жена ущемлена в чем-то да она имеет право опять пожаловаться и может дело довести опять до развода у нее есть на это право если она докажет что муж содержит ее хуже чем другую жену у нее опять есть право если она допустим ушла от того мужа жила там 15 лет ушла от него потом она стала одна она потом может выйти замуж да значит смотри этот вопрос да тоже решен во-первых почему опять четыре да много людей погибало мужиков в этих военных действиях оставались сироты то есть это были еще девушки да они замужем не были но не было мужиков чтобы взять замуж да чтобы жениться извини а ей чтобы выйти замуж так вот опять поэтому мужчина мог они называются их называют сиротами в Коране они так и прописаны что ты должен помогать и заботиться о сиротах женского рода если женщина уже где-то родного возраста но нету мужа для нее и нехват пожалуйста она может выйти замуж за такого мужчину но если вот тот вариант который ты говоришь да что она была замужем по каким-то причинам она осталась довольна развелась или с ней муж развелся она может выйти замуж еще раз но уже колым за нее не платится понимаешь за нее уже колым не платится и за ней не надо свататься там же еще церемония по старому знаешь когда идут свататься там семьи встречаются обговаривают колым здесь не надо Хасай придет к ней и говорит ну что Фатима хватит нам одиночку жить давай переезжай ко мне сегодня после обеда все вопрос решен что жены изменяют если допустим жена полюбила кого-то эээ батенька это это грех не имеет права это называется прелюбодеянием если она с другим или он с другой это грех и каждый имеет право в этом случае муж единственное что у мужчины право есть он может развестись одномоментно он три раза повторяет фразу интеталлока три раза интеталлока два слова что означает ты разведена все ты свободна собирай все свои погремушки и гуляй а ей чтобы развести ей все-таки надо идти к городскому судьи и сказать по какой причине она хочет с ним развестись а причин я тебе уже тут обрисовал понимаешь да а скажи походу пожалуйста вот Мекка Медина вот когда был изгнан из Мекки ну год хиджей 622 из Мекки когда пророк ушел в Медину и собственно говоря с этого времени начинается летоисчисление ислама как начало религии а кто ее подтолкнул кто кто был обожди но дело проще ты понимаешь все тоже самая история повторяется у Иисуса были проблемы с менялами в храме да когда он сказал ребята давайте я буду вам менять серебро да и это серебро в Рим продавать потому что там оно дороже стоило чем в Иудее за это его его же соплеменники распяли а ты знаешь вора Бандю его пожалели и оставили живых ты помнишь эту сказку да ну пророк Мухаммед да он же торговцем был он рано остался без отца но мужик сообразительный был и он женился на первой его жена Хадиджа ее имя как сейчас помню там же моя бабушка тоже имя Хадиджа была вот Хадиджа она была его старше сейчас тебе дай бог не соврать по-моему на 15 лет ей уже за 30 с лишним было да когда он но она была вдова одного из богатейших купцов а это было одно племя Курейшидов племя там все купцы были и они все держали Мекку то есть это семья правила Меккой и тут он начал проповедовать он начал вот свои проповеди в Мекке да равенство и прочее ну понимаешь все делается для того что ребята ходи ко мне у меня товар лучше у меня товар дешевле принцип простой я все снизвожу к простоте потому что когда начинают за умные вещи говорить богообразные ну ребята это все сказки все самое простое и все связано с деньгами ну ребят подумали подумали не парень ты нам здесь не нужен валяй-ка ты отсюда пока мы тебя не порешили и он бежит из Мекки в Медину чуток на север а в это время там тоже жили в это время арабы евреи жили все плотно вместе а в Медине основное торговое семейство это были евреи там они основные были торгаши и куришиды из Мекки это были их основные что называется как это соперники торговли но ты сам понимаешь да враг моего врага мой друг поэтому они приняли Мухаммеда у себя вооружили снабдили всем чем надо и он пошел воевать с меканцами еврейские кухцы да еврейские кухцы они ему дали все включая людей дали деньги оружие слонов даже говорят дали хотя там верблюды в основном воевали но там слоны были и вот когда те увидели слонов говорят перепугались и так он и победил меканцев понимаешь меканцы говорят ну хорошо твоя взяла бери нас и после этого ислам пошел значит ислам запустили евреи да ну ты так не говори пожалуйста ладно нет нет я вопрос задаю я просто у меня вопрос возник ну ты вслух сказал и я промолчал понял да ну слушай не зря же это называют абрамические религии ну ну что ты еще хочешь они все три сделаны были кем а иисус кто по-твоему был сломянин что ли понятно слушай я знаю сейчас что вспомню это очень интересно а это самое ты говоришь о женщине не говорили кроме как в исламе не восхваляли а песнь песни песни подожди секундочку ты идешь на другое значит смотри мы вернемся опять к исламу и вот там же все расписано понимаешь в чем дело ислам в принципе это больше правило как жить вот в то время в том обществе а уже потом на это все идет налет якобы религиозности а в основном там все практично начиная с того почему не едят свинину почему не пьют алкоголь почему не то не другое там все обосновывается вот пожалуйста почему свинину не едят самый простой вопрос свинину не едят в то время как ты сам помнишь у нас холодильников не было да пески жара солнышко да и только ночью прохлада поэтому у нас на ближнем востоке поклонялись луне а не солнцу потому что жизнь начиналась с восходом луны а не с восходом солнца поступала прохлада месяц да и лунный календарь да и лунный календарь у арабов лунный календарь до сих пор исламский календарь вот считается с года хижи 622 года он так и пошел поэтому у них если обратили внимание праздник то что называется Эйд-Элятхали Курбан-Байрам как татарам называют он все время переезжает с одного месяца на другое летом зимой он так крутится потому что знаешь лунный календарь короче месяц лунный чем наш грегенский да там 30-31 а тут сидя 28 дней поэтому и происходит это несовпадение поэтому праздники исламские они не привязаны строго к одному месяцу европейскому и к одному дню а они крутятся погоду так как крутится исламский календарь значит смотри свинину не едим почему холодильников нету а свинина тогда была свободно спокойно понимали что разводить легко но мясо портится быстрее всех поэтому отсюда все отравления и прочие болезни как доктор ты это понимаешь если тебе просто рассказывать о том что ты не ешь ты эту свинину ты подумаешь да бог с собой съем ничего ему не случится один раз съел не случилось а на второй раз тебя пронесло а на третий отравил всю семью так самое простое что сделать запретить правильно запрещено и ни тобой ни мной не папа сказал сыну нельзя есть а запрещено всевышню все понятно отрезано свинину не кушаем дальше говорят да почему арабы не пьют алкоголь вот здесь очень большая интрига я ее сам разбирал по молодости я же по своей второй профессии или основной арабист все таки да раз арабский язык то значит хочешь не хочешь ислам приходилось заниматься итак почему ты не пьешь алкоголь во-первых в Коране не упомянуто слово что нельзя пить алкухуль а вообще алкоголь мы просто переначали так же как инфлуенза альфуна анза это арабские слова они пришли в европейские языки из арабского языка так вот в Коране прописано что нельзя делать это не пить хамар а хамар это означает красное и оно означает красное вино а вот оно что и когда я спорил с арабами которые ну разные делегации включая самый высокий уровень но напивались так как извини русский Ваня даже не сможет напиться я только одну нацию видел которая пьет еще больше это ирландцы а не один ирландец перепьет двух русских может у него ферментные ферментные там не знаю но так как пьют ирландцы я тебе скажу я не знаю у них там наверное какой-то специально стоит антиэтот алкоголь вшит крови уже то есть как они в каких количествах они пьют это я умоляю тебя ну ладно вернемся сюда короче говоря там не сказано алкоголь а сказано именно хамар да начинается трактовка все говорят хамар но тогда ведь не было это самое ни водки ни виски ни джина короче говоря не было самогонного аппарата поэтому они не могли делать крепкий алкоголь то есть только то что бродило а бродилось винограда и это называлось хамар но опять же я трактую по-своему я никак потому что школы одни говорят вообще нельзя запрещено ты чё там сказано что ты не имеешь права читать намаз то есть сотворять молитву обращаясь к богу да когда ты пьяненький там сокран а пьяненьким ты можешь ты выпил вино ты покурил гашиш ты тоже пьяненький понимаешь там и так сказано именно этот запрет теперь дальше если ты нарушил этот запрет там же в Коране тоже это говорится то есть ты выпил немножко винца даже красненького и пошел сотворил намаз ты согрешил но у тебя есть 40 дней отмолить этот грех то есть это не смертельный грех если ты принял понимаешь у тебя есть 40 дней чтобы отмолить его и опять потом пошел дальше причем тебе не надо никому никак в церковь свечку ставить там денежку опустить нет ты просто молись про себя считай 40 дней я отмолил замолил все я свободен понятно теперь почему это запрещено ну все понимали да когда пьет человек он становится неразумным как раз неразумность и отличает джина от дьявола иблис по-арабски дьявол это иблис вот джинны бывают хорошие и плохие так вот хорошие джинны они в одной форме отличаются от дьявола тем что они разумны а дьявол все неразумны поэтому когда ты так сказать перепил да ты ведешь себя неразумно поступаешь поэтому сказали вот ты не молись если ты под этим градусом ну хорошо я так сказать с утра принял а вечером помолился нормально вроде бы да не батенька ты пять раз в день должен молиться и каждый раз ты должен быть трезвым просто одно сказать ты не пей алкоголь или вино да это мало а вот то что ты пять раз должен трезвым молиться и когда же ты успеешь выпить разумно да ты понял как это сыграно конечно для выживания все делается да понятно понимаешь да то есть простому человеку вот на том уровне необразованному он понятия о медицине о гигиене не знал ему говорят пять раз молись но все время трезвый был опа теперь дальше правила гигиены каждый раз когда ты идешь молиться ты должен совершать как минимум малое омовение ручки помыл головку смыл ноги до щиколки тоже вымыл если ты сходил в туалет то ты дальше должен подмыться понимаешь обмыться потому что должен чистым быть а если ты еще успел перед этим с любимой женщиной переспать то ты полностью должен обмыться после этого ты идешь совершаешь намаз молитвы другой вариант хорошо этому в городе там водичка есть а я иду в пустыне нет ничего в Коране тоже сказано все равно ты должен молиться но если нет воды чистой землей а арабы песочком песочком сделаешь малое омовение и тогда ты можешь совершить молитву ты понял на каком уровне гигиена начала восстанавливаться то есть ты даже молиться должен был с чистыми руками а в Европе хирурги до 18 века не мыли руки людей пользовали а арабы уже с 7 века их заставили полностью гигиену соблюдать да интересно интересно то есть такая практика заложена теперь дальше ведь когда запрещают запреты делают это значит что до этого люди этим всем злоупотребляли правильно иначе не стали запрещать да потому что там же тоже сказано у арабов очень хорошие поговорки типа вот по-русски говорят запретный плод сладок да то есть все что запрещено пожелаемо если переводить уже дословно с арабского языка одно дело мы с тобой говорим и потом после нашего разговора пойдем по 50 грамм примем а тут извини это не я сказал не Хасай сказал а всевышний тебе сказал как ты можешь ослушаться понимаешь все эти заповеди на самом деле это способы выживания способы сотрудничества просто поэтому они в виде заповедей даны вот не делай то не делай это почему будешь предлубодействовать будешь обманывать будешь вот это все делать в конечном счете ты идешь в сторону зла в сторону сокращения жизни своей или чьей то а если ты этого не делаешь то ты идешь в сторону добра по правильному пути божьему пути поэтому заповеди а потом заповеди поменяли на моральный кодекс коммуниста да то же самое идеология то есть это другая религия все религии идеология и моральный кодекс строителя коммуниста это та же самая идеология это религия в другом виде вот ты несешь сейчас другую религию понимаешь я опять возвращаюсь к тебе ты проповедуешь другую религию что ты в себе можешь сделать творца и творить по своему ну чтобы тебя окончательно не убивать да вот ты же ведь ромашки рисовал поэтому за это ты можешь быть если захочешь можешь себе небольшое прощение вымолить за ромашки цветы понял да если захочешь в рай пойти если захочешь в рай пойти оттуда вниз там не надо ничего прям сразу прямиком идешь ни очереди ничего заходи сразу принимаю понял вот отвлеклись немножко от женщины да возвращаемся сюда опять а теперь что касается извини пожалуйста одну секунду женщина перевела коран женщина перевела вот ее переведенный коран есть русский да хороший вариант да знаю ее молодец да а я лично знал из института востоковедения профессора который жил в Махачкале который перевел коран который я ему еще и гопы ставил да ты что Крачковского знал нет нет он не русский он не русский но обожди вот канонический на русский перевод это был ладно он профессор из института востоковедения из московского он уже в Махачкале тогда я ему еще и гопы ставил мы с ним много говорили дискутировали он ко мне большим уважением относился потому что он говорил ты разумный человек мы с ним дружили он гораздо старше меня ну тебе так сказать это уже благодать тебя коснулась или ты коснулся человек переводил Коран он уже просветился а он известнейший человек профессор да а ты в него иголки как ты посмел иголки втыкать такого косай но ты извиниться грешил дальше некуда я одного мужика учил молиться он в мечети работал он мне говорит слушай когда молишься надо душой быть чистым а у меня в голове мусор я думаю там крыша протекает ребенок болеет как мне в этот момент быть я говорю а ты слева и упражнение по ключу он сделал потом сел и говорит мысли лишние ушли я говорю вот так и молюсь он говорит какой ты молодец слушай так все просто то есть я учил человека который работал в мечети служил в мечети то что также я учил священника представляете это же дело в том что у меня друзья буддисты тоже есть у меня друзья иудеи есть у меня друзья со всех направлений религиозных есть хасай ты просто идешь как следующий пророк потому что мухаммед в всех религиях одни и те же сути одни и те же сути я знаю почему ислам идет по миру из экономических моментов потому что христос почему пришел потому что за помощь которую оказывают все говорят люби ближнего ну допустим иудеизм люби ближнего а кто ближний иудеи а те которые только только иудеи ближние они должны за помощь за каким-то образом вас благодарят ну это как это аристовшическое или что это называется христос пришел он сказал меньше меньше значит надо за помощь а потом ислам пришел вообще ничего не надо там ты становишься если ты взял кредит в банке ты становишься его компаньоном поэтому ислам пошел по миру быстрее ну в исламе в коране вернее не ислам а коран потому что ислам это все учение а в коране сказано что все люди писания они равны а люди писания это мусульмане христиане и иудеи иудеи не только евреи потому что иудеи все кто какую-то веру это все называются люди писания они так и обозглавлены поэтому даже если вот пишут мясо допустим халяль да но коран тоже это учел извиняюсь что перешел на другой аспект да от женщин ушли но там тоже сказано что если птицу животное забил человек писания то мусульманин может потреблять эту пищу понял не только не только что халяль что там мула должен прочитать проповедь прежде чем курицы голову отрезали там кошерная да чисто а тут нет тут более демократичного у евреев ты понимаешь больше строгости и она же будем так говорить античеловечная иудаизм античеловечный они же до сих пор проповедуют что все остальные люди в этом мире рождены чтобы быть рабами евреев там же так прописано это национальность а иудаизм это верование ну так а иудаизм единственный народ который выбран и кому все остальные должны служить это только евреи почему иудаизм не получил развитие в мире потому что иудаизм относится только к жителям Индии все а буддизм он без национальности поэтому буддизм распространился по миру христианство тоже иудаизм только для евреев а христианство через четыре сотни лет Константин понял слушай мне же как эту всю арабу содержать в Европе в Азии там народы разные веры не разные а для всех одинаков поэтому он его поднял христианство над всеми остальными религиями которые были в то время в Римской империи понимаешь то есть общечеловечное а сам когда Христос проповедовал он проповедовал только среди своих среди уйдеев он ни среди других не распространял свое учение ну да сейчас о Марьянине когда он говорит когда его спросили Рави ну учитель учитель в смысле ты говорит говоришь люби ближнего кто ближний он привел пример притчу о Самарянине и там получается люби каждого а в иудаизме люби только иудея поэта люби у идеи а у другого возьми за то чтобы я тебе помогаю возьми за это у него мзду ну короче говоря цена красави не ударяйся в это там потому что я могу другие вещи привести и в христианстве есть когда Иисус проповедовал что надо с мечом нести свою религию в отличие от ислама где сказано что мусульманин должен помогать страждущим и угнетенным людям понимаешь в чем дело без того какой религии он должен помогать ну а это же люди трактуют по другому вернемся давай к женщинам ты чего уходишь от темы слушай что с тобой сегодня случилось короче не рисовать женщин но любить и уважать их надо ну да я доскажу если ты меня просил про женщин я тебе говорю все расписано даже как вести половую жизнь там расписано понимаешь в Коране ни в одной другой религии этого нет ну извиняюсь в индуизме есть у них есть я ее называю сексуальная акробатика я тебе скажу я потом давай в следующий раз на эту тему поговорим хорошо ты будешь выступать по поводу этого потому что там речь шла не о позах поза это картинки а там о другом там вообще о другом давай в следующий раз ты об этом поговоришь потому что я это называю сексуальная акробатика не касается камасутра секса не касается ну я ее так называю о чем камасутра хорошо вот давай не все сразу а то давай закончим с исламом они подумали что камасутра это секс нет ни в коем случае ну просветишь профессиональные принципы которые не только секса касаются всего касаются а в исламе в каране в каране дорогой ты мой не где-то там под столом прописано как чего и с кем можно делать объясняю значит в отношении сексуальной или половой жизни как угодно ее называйте всего два запрета строжайших два греха два номер один нельзя иметь полное сношение с женщиной когда у нее месячный грех второй грех это открыто называется это грех второй грех это нельзя заниматься анальным сексом все все остальное разрешено плоть такие рекомендации Аллах сказал это не просто мухаммед там хадисах записали он сказал нет Аллах сказал занимайтесь с любовью с любовью и не занимайтесь сексом как животное то есть половому акту должно предшествовать любовная игра ласки а не как у животных сгромоздился сам знаю да все видели эти картинки как они происходят и на улице видели это как раз говорится вот так нельзя заниматься и опять женщина с уважением да конечно с любовью говори с любовью что с уважением понимаешь с любовью надо заниматься и опять женщина она может пожаловаться на мужа если он вот ее просто приходит как говорится пара минут и все готово она имеет право пожаловаться он меня не удовлетворяет как не удовлетворяет я же сплю с ней я же сплю с ней а это не считается чуть-чуть, говорит, одна минута. Понимаешь? Это расписано и сказано. Ваши дорогие, у меня есть такая метафора смешная. Там, значит, чем отличается секс с любовью, а секс без любви? Я придумал. Секс с любовью – это ты обнимаешь любимого, а секс без любви – это свои фантазии. Теперь другое, значит, расскажу. То есть, вот это регламентировано. Дальше я тебе говорил, мужчина не имеет права вступать в сексуальные отношения со всеми родственниками женского пола. Даже с тещей, которая вроде бы ему никакая не родня, да, это мать его жены, но даже с ней он не имеет права вступать в половые отношения. Теперь дальше. Я уже сказал, что мужчина имеет право заниматься любовью, сексом, я любовью назову это, да, с женами и с наложницами. Все остальные женщины за кругом, выходящие за этот круг, называются прелюбодеянием, наказуемо, и это грех. А может, и это как... А может, поэтому мужчины пытались на войну пойти, чтобы наложиться, может... Обожди, это одно, ну, давай, я тебе... Писали же мужики, понимаешь, ну, мужик же всегда найдет уловку, ну, слушай, ты что думаешь, там мужики были глупее, что ли, с тобой? Есть специальная оговорочка, маленькая оговорочка, да, если мужчина покинул свой дом, дом имеется в виду, там у него жены, наложницы, там у него может быть тысяча наложниц, четыре жены, но он покинул свой дом на расстоянии одного дневного перехода на верблюде, ну, тогда это было где-то километров сорок-пятьдесят, он имеет право на временный брак на одну ночь. Сроки. Вы довольны, сэр? Это разрешено. Временный брак называется, понимаешь, это не есть брак, потому что вступить в брак мужчина, там тоже прописано, имеет право вступить мужчина, если у него не больше трех жен. То есть, если у него четыре жены, он хочет еще жениться, он должен обязательно развестись. Вот тогда он может четвертую жену взять. Наложницы неограничено число. Это ограничено. После нашей встречи, Рашид, некоторые люди, которые смотрят нас, не поймут, что мы наши всякие умные мысли перемежали, как сказать правильно, перемежали с юмором. Не поймут. И Бога ради, чтобы не подумали, что мы против какой-то религии выступаем или еще чего-то. Это только идиот может так подумать. Мы же заранее предупредили. Мы немножко из другой области. Мы хотим, чтобы вы заинтересовались и исламом, и христианством, и иудаизмом, и буддизмом, почитали с трезвой точки зрения, чтобы думали своей головой. Потому что фанатизм есть и там, и там, и там, фанатизм. Согласен. Чтобы на это немножко смотрели, ну, будем так говорить, с открытыми глазами и сами понимали и рассуждали. Я ведь не пытаюсь сказать или проповедовать атеизм. Нет, я говорю, что здесь и как оно прописано и из чего исходили. Вот последнее в пользу демократизма в отношении женщины. А в Коране, ну, это уже не в самом Коране, а шариата, где это, будем так говорить, правовой кодекс в исламе, да, где расписаны все случаи. И вот, допустим, за увечья, одно и то же увечья мужчине и женщине, для женщины оно оценивается в два раза меньше. То есть, допустим, выбили глаз мужчине, левый глаз, да, там правый глаз больше, левый глаз меньше. Будем говорить, допустим, 10 тысяч таньга надо заплатить мужчине за то, что или будет кровное место. Если женщине, а если женщине тоже левый глаз выбили, то ей уже 5 тысяч таньга, а мужчине всегда в два раза больше надо оплатить. Но все равно оговорено, то есть, женщина компенсируется за любую вещь, причиненной женщине, это компенсируется. Это раз, теперь другое. Женщина имеет право выступать в суде. В суде имела право выступать, это городской судья, но для того, чтобы, допустим, мужчина-свидетель равняется двум женщинам-свидетелям, но все равно женский голос признается в суде. Хоть и в два раза меньше, чем мужской. Демократия в исламе когда была? Это тысяча лет назад, да? Да, она с самого начала это прописано. А в Европе на Западе когда, например, пришла демократия? Ну, ты помнишь 917 год. Вот когда нам да, об исламе вот эти там вопросы гигиены, вопросы прав. Не только женщины, ребенка тоже права, там защищались, наследствие было отговорено. Понимаешь, отец никогда не оставлял на это самое завещание. Все наследовалось его имущество, делилось строго по тому, как прописано в Коране. И все жены, дети, все были финансово, экономически защищены. Вот один момент только у меня остался такой непонятный. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Ты говоришь, поскольку культура такая была в те древние времена, что девочки все, выходя замуж, понимали, что у него может быть другая жена, значит, они, между собой не ревновали, потому что они уже куда-то, то есть получается, что я-то раньше думал, любая девушка, любая женщина, любая птичка, любая кошка, самка, она все-таки там, где я, там и остров. А на самом деле, видишь, это от воспитания зависит, ревнует человек или нет, да? Давай тогда другой напомню. Вот у тебя четыре жены. Да. Ну, люди некоторые практикуют группен секс, да, групповой секс. Да. Нельзя, дорогой мой, даже если две жены согласны провести одну ночь с мужем, нельзя. Почему нельзя? Только муж и жена, одна жена, имеют в одно время право видеть себя обнаженными. две женщины и муж это уже запрет. Нельзя. Две женщины не имеют право видеть себя с мужем обнаженными. Прописано. Даже такие детали там прописаны, понимаешь? Кто миром крутит все-таки женщины или мужчины? Конечно, но ты уже помнишь, мы с тобой как говорили, вокруг чего все крутится. Тут, извини, забудь про религии, положи на полочку эти книжки иди в постель без этих книг. Все. Женщины крутят миром, да. Женщины крутят миром. Так, извини, вообще, изначально матриархат сколько тысяч лет существовал? Мы сейчас при патриархате какие-то 10 тысяч лет последние живем, да? Когда хомо сапиенс появился. Женщина хочет мира. Женщина хочет, чтобы ее дети на ноги встали, чтобы они были защищены. А мужчины, ну, что сказать? Надо оккультуривать мужчин, чтобы они были уважительны между собой. Касай, не получится, так природа заложила, понимаешь? Мужчина создан быть добытчиком, защитником. Понимаешь? Он защищает свой род, свою семью, но за это он должен всегда быть готовым положить свою жизнь. Все. Он расходный материал, природа так сотворила. Мой дедушка, который в селении жил один, Али Барчи, такой здоровый был такой, сидел, значит, молился, четко перебирал, около печки буржурки такие маленькие, я помню, когда маленькие были. И вот он кричит, кричит, поти на жене своей, кричит. Она там, где-то там, в огородах, там за 3 километра, да, они там что-то полят, что-то делают женщинами, и ей говорят, муж зовет, муж зовет, давай, беги пустые, она бежит, 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 прибегает, и он говорит, тапочки подай. Ты представляешь? Но она любила, потому что он был защитник. Он был защитник, она была за ним, как за каменной стеной. Поэтому это все так не случайно происходит в жизни, не только потому, что он ей кричит, она бежит, и он дает подать тапочки. Он защитник был. Ну, то есть, по существу, все было как-то взаимообусловлено, чтобы люди выживали, выживали, особенно у нас в Дагестане много национальностей, и каждая национальность там имеет свои характерные качества. И у нас есть и горы, и море, и даже песчаный бархан, и все жили в сотрудничестве. Это кузница межнациональных отношений, у которых мир должен учиться. Как мы вместе все жили. И потом даже при советской власти у нас определенным образом распределялись, кто первый секретарь обкома, кто второй секретарь обкома, ну, чтобы как-то вот это, вот это, как это было, чтобы баланс какой-то. Все это непросто. Все это непросто, и что Ленин лежит в мавзолее, а это же ведь откуда берется святые мощи, это же тысячелетняя история. Ну, да, и положили его сколько там, три метра, что ли, ниже уровня земли, все христианские и обычные они соблюли. Вот, но с другой стороны, ладно, что еще могу добавить про женщин, секс и ислам? И про искусство. Про искусство в завершении мы скажем, все-таки скажем, несмотря на то, что в исламе запрещено рисовать живое, как тебе моя картина? Ну, я уж тебе давно сказал, что у тебя на удивление живые женщины, и самое у них, что живое, это глаза, у тебя вот во всех картинах глаза просто это вот подчеркнуто, что это самое главное оружие у женщины, которым она на повал сражает. Анашид, который читал книгу «Тысяча и одна ночь», естественно, женщина позбирается, поэтому, если он похвалил мою картину, где женщина нарисована, муза, спасибо. Я еще и тебя должен похвалить, что ты видишь такую женщину, понимаешь, то есть ты еще не умер, как мужик, вот это что главное, понимаешь, чтобы такую женщину видеть. Они должны любить мужчин. Ну что, мы с тобой на этом закончим сегодня посиделки? Давай закончим, в следующий раз я хочу… В следующий раз ты нам про Камасутру расскажешь, хорошо? Я Камасутру расскажу и кусочек расскажу, элементы, которые я хочу в райской группе, ну, с чего мы начинали, я там говорю. Хорошо. А вопрос тогда у меня такой вот, а Камасутру рисовать ты начнешь или нет? Слушай, я эти позы не рисую никакие, бабочки, велосипедисты, велосипедистов, паруса, вон там у меня картина над парусами, вон там, где… Да, вон там она у тебя, вон там он тебе, Там ребеночка, это береги. Ну, у тебя романтизм, ты понимаешь, а Камасутра там более такое вот … Физическое, материальное. Там глубинная философия. вот я… Хорошо. Вот на следующий раз заинтриговал философию. Да, это заинтриговало. А то, с чего я начал, что я нашел, как высветляться, как находить в себе состояние максимальной эффективности. И любую задачу, которую вы решаете, неважно, из какой-то области, хоть в спорте, хоть в живописи, вы лучше решаете в этот момент. Я нашел это, я сделал это изобретение, и это потрясающе. Поэтому это все будет только в райской группе пока. Пока будет закрыто. Ну, я готовлюсь к просветлению, я так понимаю. После этого мы все будем такие просветленные, засветленные, и у всех нимб сразу появится. Это такое, что ты можешь решить любой вопрос тысячу раз лучше, чем ты мог бы это сделать до этого. И с женщинами тоже, да? Естественно. Ну, куда мы без них, Хасай, а? Женщинам Оду поем. Спасибо, да. Так что всем им всего самого наилучшего. Спасибо, Рашид. И пускай простят нас двух грешных, которые без женщин не видят смысла жизни. И кто не так нас понял, извините, ради Бога, мы ничего плохого не говорили. До встречи. Спасибо тебе. Всех благ тебе. Я тебя называю мудрецом. Ты против этого, ты сопротивляешься. Зачем я тебя мудрецом? Потому что просто еще не все знают, что ты знаешь такое количество информации, сколько компетенций у тебя, и дипломатические знания, и такие знания, и политические знания, но мы политикой не занимаемся. Обнимаю, Рашид. Спасибо тебе. Ты знаешь, я знаю, что я знаю очень мало. Вот это я хорошо знаю. А остальное... Ладно, ладно, ладно. Интернет знает больше, чем я. Это естественно. Ну, ладно. Все, до следующего раза. Обнимаю. Счастливо. Пока. Всем, друзья, привет. До встречи. Здоровья вам и счастья. До встречи.